С окончания войны прошло 78 лет, но они все прекрасно помнят, как радовались ее завершению и победе. Для каждого из них Великое Отечественное – это разрушение, горе и смерти, в то же время колоссальная школа жизни, закалившая тело и дух. Благодаря нашим воинам, благодаря нашим матерям мы смогли выжить в Великую Отечественную войну. Пройдя через ад принудительного содержания в концлагерях. Зинаиде Васильевне Дыбиной было всего три года, когда немцы спалили их деревню Подможайском и угнали всех жителей в Германию. Воспоминания о том времени и сейчас свежи в ее памяти. Когда нас хотели уже сжечь, когда нас освободили партизаны, и вот этот самый счастливый день для нас и для наших семей, но самое главное – это победа. Бывшие малолетние узники концлагерей Ленинского городского округа собрались накануне Дня Великой Победы в Видновском филиале комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский», где пообщались за чашкой чая и принимали гостей. Детей войны посетили представители Центра социальной защиты и Видновской поликлиники. Они не только поздравили ветеранов с грядущим праздником, но и напомнили о льготах, на которые те имеют право. Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, имеющие ряд льгот, имеют право также обеспечиваться вне очереди в амбулаторно-поликлинической сети. В ряде мероприятий в рамках проекта здравоохранения нам необходимо, согласно приказу о диспансерном наблюдении, провести диспансеризацию. Поздравили с грядущим праздником бывших узников и представителей торгово-промышленной палаты – давние друзья организации. Их становится все меньше и меньше, сравнивая с прошлым годом, к сожалению, уходят из жизни. Но те, кто у нас остается и на сегодняшний момент живы, они, естественно, нуждаются в нашей поддержке и в нашем внимании. По традиции представители торгово-промышленной палаты вручили ветеранам цветы и подарки, которые позволят накрыть стол к празднику. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнар Балаева, Видноэ-ТВ.